Добрый день, дорогие горожане! Нельзя назвать особо позитивным. Трагедия в Казани и в фоне вот этой трагедии несколько эксцессов, которые жадная очень до подобной информации публика начала с удовольствием смаковать. Это прежде всего дорожный конфликт, который перерос в побои с участием известного якутского деятеля кино Анатолия Кириллина и случаев 4-й поликлиники, когда, как многие говорят, доведенная врачами пациентка разгромила, по сути, рабочий кабинет врача, нанесла ей определенные увечья. И все-таки у нас, я не знаю, общество ли такое, либо мы в конец уже стали циниками. В социальных сетях в комментариях, в многих комментариях, кстати, говорят, то есть люди оправдывают фактически произведенные действия. И у нас сегодня хотели бы тему обозначить, как распознать неадекватно, не только на дороге, в обычной жизни вообще, как они выглядят и как их распознать, идентифицировать, какие методики применяются для того, чтобы ограничивать таких людей от многих сторон жизнедеятельности, в том числе охотничье оружие, которое в руках, вспомним, казанского стрелка, становится орудием убийства. И вернемся к тому случаю на дороге, когда деятель кино ехал по своей полосе, были совершены какие-то действия, которые привели к плачевному результату. Из машины оппонента выскочил мужчина, нанес несколько ударов, сопровождая это очень громкими такими заявлениями, угрозами, можно даже сказать. Ну, правовую оценку дадут сотрудники правоохранительных органов, люди единодушны в одном. Человек, который противостоял Анатолию Кириллину, был слегка не в себе. Даже не то, чтобы слегка, он был глубоко не в себе. И мы массе раз сталкиваемся вот с таким вот поведением. Что меня очень-очень удивляет, это то, что люди, женщины в основном, говорят, мужчины разбираются, не мешайте им. То есть они априори допускают такое вот проявление насилия в некоторых моментах, когда спор становится, заходит тупик. Валентина Алексеева психотерапевт, назовем психотерапевт. Ну, есть психотерапевт, да. Психотерапевт. Ну, я бы со стороны психиатрии, потому что, еще раз говорю, это все-таки прерогатива ваших коллег, которые специализуются именно на психиатрии. Я знаю, что вы специализировались тоже в этой области, в гражданской сфере. Это у нас сейчас модно или не модно называется психотерапия. Ну... Давайте начнем с этого. Да, да. Чем отличие от психиатрии, от психотерапии? Психиатрия. Психиатрия – это область медицины, которая занимается именно психическими расстройствами. Основной критерий здоровья психического, да, вы спрашивали об этом, это все-таки адаптация социальная. Что такое социальная адаптация? Это тогда, когда человек, в принципе, готов идти на контакт и готов как-то взаимодействовать. Взаимодействовать как-то в семье, например, что у него есть семья, на работе, что у него есть работа, на которой он держится и за которую он получает деньги. Вот это основной критерий в психиатрии. А психические расстройства, они сами по себе подразумевают дезадаптацию социальную. Это тогда, когда человек не может удерживаться в обществе. В принципе, все. В рамках установленных обществ. Да, у общества есть очень много рамок, там, уголовный кодекс, гражданский кодекс и так далее, да. Очень много ограничений есть в обществе. И мы для того, чтобы быть просто в обществе, мы, ну, сохраняем это, придерживаемся этих правил, и это нормально считается. Что такое психотерапия? Психотерапия – это тоже область медицины, ну, вроде как считается, да. Но на самом деле все-таки это больше какая-то гуманистическая и социальная профессия, на мой взгляд. Потому что я вот сама очень много лет работала психиатром, врачом, да, у меня 18 лет стажа. Стала заниматься психотерапией по той простой причине, что шансов человеку стать здоровым, работая с психотерапевтом, в разы больше. Именно увеличить навыки собственной адаптации и возможность как-то жить в обществе более качественно, гуманно, прекрасно, по-доброму, в разы больше. Именно в психотерапии. Вот этим она меня и привлекает. Валентина, многие призывают, куда смотрели те или иные медицинские работники, куда смотрели работники разрешительных органов, в том случае, когда речь шла о Казанском стрелке. Вообще, в силах ли медицина полностью отслеживать поток потенциальных водителей, потенциальных охотников, потенциальных владельцев нарезного оружия, да, которые специализируются не только в охоте, да, там это может быть и отстрел каких-то особо опасных животных и так далее. Как медицина, вот силами, наверное, у вас, тех, которые работают в области психиатрии, ну, считанное количество. Может ли вот это ограниченное количество медиков, вы говорите, что коллеги могут осудить, но вступитесь за коллег, могут ли они полностью перекрыть доступ на дороги, на охотничьи угодья потенциальным убийцам, потенциальным агрессорам? Это такой непростой вопрос на самом деле. У меня всегда непростой. Да, ну, это, наверное, замечательно. Дело в том, что очень часто так бывает, что декомпенсация, о которой я говорю, она наступает как лавина. То есть, все-таки человек такое существо, что, ну, еще говорят, недостаточно изучено, да, мозг, насколько мы его используем. Человек это такое существо, которое может до последнего иметь какую-то компенсацию небольшую. То есть, он до последнего может что-то делать, не проявляя каких-либо признаков вот этого страшного состояния. И вот это состояние, оно, по сути, случается как какой-то приступ. Внезапно, как я говорю, как катастрофа какая-то, да, случается. И, конечно, если, например, к врачу-психиатру на приеме, когда он сидит и выдает справки, разрешение на оружие и так далее, придет человек, и он будет вести себя как-то не так, как принято, во-первых. У врачей-психиатров очень много своих критериев, я, конечно, не буду их всех раскрывать, но даже просто в речи, в поведении, в жестах опытный специалист может видеть какие-то такие серьезные нарушения, которые являются ограничением для того, чтобы все-таки выдавать разрешение на оружие. То есть совет обычным гражданам – ведите себя спокойнее, да, просто. Ведите себя как нормальные люди, для того, чтобы у них, если особо дотошный специалист найдется, да, который, ну, обратит внимание, что вот как-то не так себя повели и так далее, может запустить машину более глубокого обследования, которое, ну, в конечном итоге здоровых же людей не бывает. Многие комментаторы вот происшедших случаев, да, обвиняют, ну, кого угодно, да, в случае с пациенткой четвертой поликлиники, говорят, врачи сами довели, да, то, что. То есть они оправдывают вот этот наступающий срыв, наступающий эффект какой-то теми обстоятельствами, которые, ну, дескать, или там на дороге кто-то кого-то спровоцировал, или врачи спровоцировали. Вот это вот оправдывание, ну, чем вообще чревато? Ну, дело в том, что я вообще вот об этом очень хотела так как-то громко заявить, но у меня все не получается в силу своей какой-то сжатости. Дело в том, что наше общество, оно на самом деле привыкло к насилию, и насилие является абсолютной нормой, что как будто бы так и должно быть, да, и мы всегда оправдываем насилие. И даже, может быть, вы замечаете, что случаются какие-то события не очень приятные, ну, например, там, изнасиловали какую-то женщину, ну, вдруг, да, и всегда говорят, что вот она вот пьяная была в короткой юбке, там, приставала, еще что-то, да, то есть всегда насилие оправдывается. Насилие оправдывается всегда. Почему? Насилие оправдывается всегда, потому что для нашего общества это является абсолютной нормой. Это нормально, это классно, это хорошо. Я понимаю, что это очень ужасно звучит, но в насилии всегда виноват агрессор. Всегда виноват агрессор, именно тот человек, который нападает. Не тот, кто какую-то короткую юбку носит, не тот, кто подрезал кого-то там и так далее, просто он сам по себе является источником агрессии. Сам по себе. Да, да, да. Дело в том, что, ну, например, выбор, как себя вести, всегда есть у человека на самом деле. Да, ты можешь стать агрессором, а можешь все-таки решить этот вопрос как-то по-другому, и это будет замечательно. Если у тебя есть несколько вариантов развития событий. Психотерапия, почему я говорю, что это здоровье, психотерапией мы всегда занимаемся тем, что показываем человеку, что есть выбор. Можно так, а можно сяко, а можно еще как-то. И это классно, когда ты свободен в своем выборе. А когда человек, видя насилие, ну, как, не насилие, а, ну, например, что-то случается, и единственный вариант развития событий у него насилия, другого, не тот же, ну, к сожалению, это говорит о том, что, ну, как-то очень там мало вариантов. Мало вариантов, мало навыков саморегуляции. Человек очень мало знает себя. Если он привык к насилию, его научили насилию, он думает, что вот только так надо себя вести, а по-другому как-то вот нельзя. Вот, смотрите, конфликт на дороге – это конфликт между двумя до того незнакомыми людьми. И есть домашнее насилие, когда объектом насилия выступает человек близкий, хорошо знакомый, родной даже человек. Да, да. Вот эти градации, они чем, то есть иногда же, ну, это же абсолютно чужой человек, значит, его можно бить. Есть и такие комментарии, есть и такие оправдания действий одной из сторон. Но человек делает только то, что у него в опыте. Если у него в опыте насилие, он будет это делать. Ну, вот даже, например, взять такой пример, который уже изнасиловать, например, какую-то женщину. Ведь это может не каждый мужчина, согласитесь, да? Некоторым мужчинам это даже вообще в голову не будет. Слушайте, а как это, это же вообще, ну, с ума сойти, да? Как можно такое делать, да ведь? А некоторые скажут, ну, нормально, что, хорошо, классно, даже понравится может, да, например. То есть люди разные, кому как. А психика устроена так, что человек делает только то, что у него в опыте. Насилие. Он просто не сможет это сделать. Вот и все. То есть человек, который бьет на дороге пожилого человека, годящегося ему в отцы, он не первый раз это делает? Нет, это мы берем очень утрированно, да, сейчас. Я говорю, что про то, что вообще бить человека для него является нормой. Наносить удары? Наносить удары, неважно кому. Ребенку, женщине, пожилому, хоть кому. Самое главное, что я же давала этот комментарий, да, в Якутия.Инфо о том, что если бы на вот эту мощную лавину силу нашлась бы примерно точно такая же мощная лавина сила противодействия, да, то есть вышел бы точно такой же мощный мужчина и с точно таким же криком, с такими же кулаками накинулся бы на него, да, то та лавина сила, она бы просто сразу присела. Я говорю конкретно про то, что вот это неадекватное поведение может быть прекращено только в случае такого же мощного яростного нападения, понимаете? А если ты просто уходишь там, то оно будет еще более яростным. Вот это я говорю. То есть та модель поведения, когда одна из сторон, она пыталась уйти от конфликта, уходила? Да, да, да. Она будет еще только нарастать агрессия, к сожалению. А если бы он сразу же, ну, ему прилетело хорошенько, все, он бы уже сразу успокоился. То есть притупить агрессию может только страх? Да, к сожалению. Ну вот, то есть, понимаете, дело в том, что я в Якутии инфо, это опять-таки повторюсь, говорила о том, что в этот момент человек испытывает такое состояние, когда кора головного мозга полностью отключается. То есть логика, какое-то воспитание, да, какая-то интеллигентность, она полностью отлетает, как шелуха, и вылазит под корковой структурой, это то, чем наградила нас мать природа. Это наши мышцы, это наша сила, это какая-то выраженная агрессия, но что-то такое, очень такое внутреннее животное. И вылазит вот это состояние, ну, я называю это внутренний халк, например, да. И вот этот внутренний халк, он вообще не слышит слова. Абсолютно. И единственное, что он может услышать, это, ну, физическое воздействие. Все. То есть ответный удар он может остудить? Абсолютно, еще как. Ну, сюжет доктора Джекла и мистера Хайда, он веками, скажем так, описывается, да, когда в любой человеческой сущности скрывается нечто такое первобытное, нечто животное даже. Конечно, да. Которое, ну, может подсознательно как-то проявляться, а может вполне осознанно, да. То есть, еще раз, я же, мы же не говорим о том, что вот человек, который наносил удары, он не осознавал, что он наносит удары. Осознавал. Осознавал. Еще как. Абсолютно осознанно все вот эти действия проводил. Тем более, еще раз говорю, на человека, который старше тебя лет на 25, поднимать руку, это, по-моему, просто... Мы вначале говорили о нормах общества, которые мы сами себе устанавливаем. Уважай старших, не трогай детей, против боли кого-либо что-либо не делай. Ну, это какие-то вот те вещи, которые, как мне кажется, ну... Это все прописано в коре больших полушарий, называется воспитание и так далее, да, какая-то мораль, да, какие-то такие, ну, там, боязни этого. Уголовного кодекса и так далее. Это все вот что-то такое очень недавно, недавно пришедшее к человеку, да, это там, ну, 100 тысяч лет, да, кора. Не так давно она начала формироваться у человека на самом деле. Почему все говорят, что мозг малоизучен? А есть подкорковые структуры. Они мощные, они достаточно, даже по объему они занимают очень много места в человеческом мозге, да. И мы абсолютно такими структурами подкорковыми очень сильно похожи на животных, то есть они у нас почти одинаковые. Как специалист, вы же видели вот это видео, как специалист, как вы оцениваете, были ли угрозы одной из сторон конфликта вполне реальными? Ну, вот когда вылазит вот эта вот часть, вот эта подкорковая, да, а там всегда бывают угрозы абсолютно, да. Нет, ну, вот угрозы, которые он абсолютно четко... Я не могу сказать однозначно, что вот он будет это делать. Я не могу сказать однозначно, потому что бывает так, что... Это зависит, кстати, от типа личности. Бывает так, что человек на вот таком возбуждении сильном, да, может говорить не пойми что, а потом он остынет, у него вот все вот этот адреналин выйдет, и он скажет, боже, что я нес? Зачем же я это сказал? Зачем же я это делал? Так тоже может быть. А может быть и не так. Вот я однозначно не могу сказать. А вот как распознать аффект, в который мы часто совпадаем, какое-то плохое известие, какие-то обстоятельства, которые, в принципе, от нас не зависят, от того, что следует лечить? Аффект – это же физиологическое состояние. Может быть, в принципе, у любого человека, хоть у кого. Это не является какой-то там особенной. То есть аффект – это тогда, когда раздражитель, ну, это мы сейчас говорим конкретно физиологией, да, тогда, когда раздражитель был настолько интенсивен, что нервная система с этим не справилась. Вот. Это может быть, ну, совсем, хоть с кем, да. И еще зависит от типа высшей нервной деятельности. Потому что для кого-то, например, землетрясение не будет чем-то страшным, а для какого-то типа личности человек скажет, что все это катастрофа, это что-то ужасное, и с ним случится что-то плохое, да, он совершенно потеряет себя. Так тоже может случиться. И как распознать аффект от психопатологии? Вы это имеете в виду? Я не знаю в ваших терминах. Просто, еще раз, мы все подвержены аффекту. Да? Ну, что делать? Мы просто люди. Да, мы просто люди. Но как на дороге, ну, я не скажу, что это было под влиянием аффекта. Я не скажу, что человек раздражился из-за того, что кто-то к нему, к его машине подошел с чрезмерно уверенной походкой. Разве от этого, может быть, такие действия вызваны? Я вот о чему. Ну, да, я тоже об этом уже говорила, о том, что сила воздействия и реакция абсолютно неадекватные, да, все это заметили, что, и я писала, что, скорее всего, этому что-то предшествовало. То есть чаще всего происходит там такое, что человек может копить-копить напряжение, копить-копить злость, а потом, ну, не знаю, кто-то стакан разбил, и все, что вся злость вышла наружу, неадекватно причем. Да всяко может быть, понимаете, может, жена там что-то не отпустила, теперь мы сейчас будем всем обществом жену винить, да? Может, жена там не отпустила, не знаю, может быть... Контракт сорвался. Птицы с утра не пели, кто знает, не знаю. Может, тучи были, что угодно. Солнце в глаз светило. Да, кстати, вот мне сейчас светит. Ну, вспомним тоже старую песенку, солнце светит прямо в глаз, не останавливается. Мы не останавливаемся, мы говорим об агрессии и о методах распознавания и противодействия, возможно. Многие комментаторы также говорят, носите в бардачке травматический пистолет, носите битые, носите, возможно, холодное оружие. Монтировка найдется в любой машине, да? То есть, может ли, верно ли утверждение того, что человек, который явно собирается выражать агрессию, он может быть остановлен видом, опять же, тоже монтировки, уверенностью человека, который против... Ну, противная сторона конфликта. Слушайте, сейчас скажут, что мы призываем к ответному насилию. Что мы скажем, если на вас идут, вытаскивайте травмат. Ну, я всего лишь о комментариях, которые в социальных сетях. Я вот говорю, что вот эта рептилийная часть, которая есть, она понимает только физическую угрозу. К сожалению, он ничего другого не понимает. Если вот вылез такой внутренний халк, и он понимает, что, в принципе, ему дадут ответ достойный, не менее жесткий, ну, тогда... Ну, значит, внутренний халк, он тоже чему-то что-то осознает, что-то воспринимает, что-то оценивает. Ну, животное всегда все оценивает. На уровне инстинктов. Конечно. Если, допустим, такая агрессивная собака, например, вот у меня просто был случай, очень такая агрессивная собака летит на человека, а человек достает оружие, собака тут же разворачивается и убегает. Ну, никакой агрессии. Элементарно. Если на вас накидывает собака, попробуйте просто сделать вид, что поднимаете с земли камень или что-то типа такого. Ну, не знаю я. Ситуации разные бывают. Ну, как-то, вы знаете, давать советы это очень легко, но применимы ли они в жизни? При этом мы не кинологи, не эти, да, мы просто два человека, который один специализируется на определенном направлении медицины, второй пытается выяснить, что можно нашим обществом противопоставить вот таким явлениям, которые не украсили абсолютно новостные ленты. И, опять же, возвращаясь к ограничениям, у нас же говорят, страна гаек, которая постоянно закручивается, да. После Казани, говорят, он будет ужесточать обращение с оружием. То есть вашим коллегам, которые сидят в разрешительной системе, прибавится работа, скорее всего, да. Опять же, если какие-то резонансы вот по поводу дорожных войн и так далее получат дальнейшее распространение, могут, опять же, усилить работу тех структур, которые выдают, ну, водительские элементарно проводники. Управление гневом, оно вообще может ли, вы, наверное, тоже в курсе, читаете литературу, может ли быть вменено в наших, скажем так, вот, по стасях таких наших слушателей? Я вот лично за то, чтобы люди занимались эмоциональным интеллектом. Вот это «управляй гневом, возьми под контроль все свои эмоции», это абсолютно, ну, такая популистическая такая, знаете, даже можно сказать, как какой-то вот… Конъюнтурный какой-то… Ну, вот как это называется, когда… Маркетинг. Маркетинг, да, и плюс еще спекуляция, да, это все обман. Дело в том, что эмоции – это тоже подкорковые структуры, и они не контролируются корой. Управлять гневом невозможно. Наша задача с точки зрения именно вот такой социальности, во-первых, я вот часто об этом говорю, о том, что эмоции, их, во-первых, необходимо распознавать, во-вторых, необходимо их проживать. Сложности и такие страшные вещи происходят тогда, когда человек гнев накопил. То есть он терпел-терпел, копил-копил, вот это все… То есть чаще всего происходит, что человек даже не замечает, что он злится. Он даже не замечает, что его это бесит, да. Он просто проглатывает, проглатывает, потом накопил-накопил, а потом что-то случилось, ну, на дороге подрезали. И все, все, да, и вылез весь гнев. И причем вылез чаще всего этот гнев… В объемах очень больших, да? Да, неадекватных объемов. И чаще всего этот гнев выходит тогда, когда ему самому, тому человеку безопасно. То есть тогда, когда он знает, что этот человек, ну, никак… Не даст сдачи. Да, не даст сдачи, да, абсолютно. И вот, а это вообще очень старая история, я тоже про него всегда рассказываю, о том, что ребенка учат копить гнев, он… И учат ему еще, знаете как, не злись, ты че злишься? Если ты злишься, ты плохой, если ты злишься, я тебя не люблю. То есть ребенку надо позволять кричать, орать от злости? Конечно, злиться, да. Но видите как, кричать, орать от злости, это уже очень крайняя степень. Задача-то какая? Просто показать ребенку, что злость – это нормально. Это все равно, что дышать, это все равно, что моргать. Злиться – это хорошо, это прекрасно. Другое дело, как ты можешь со злостью своей взаимодействовать. Ты, да, ты можешь орать, кричать, ты можешь драться, ты можешь пойти набить кому-то морду, да. Какие будут у этого последствия? А можешь ты с позиции своей злости, случилось какое-то незначительное событие, но тебя кто-то толкнул, например, или колка задел. И с позиции своей злости, да, у тебя там, вот я говорю, там чуть ли не 10 вариантов развития событий. Как можно, да. А можно, например, с позиции своей злости сказать, ну, ты знаешь, вот когда ты меня толкаешь, мне вот как-то неприятно, и вот я на тебя злюсь, я попрошу тебя вот этого не делать. Если человек адекватный, и он, в принципе, готов с тобой как-то взаимодействовать, он у тебя услышит, скажет, ладно, окей, я не буду тебя толкать. Но нет такого в человеке, что он будет специально ходить и кого-то толкать. Да ведь? Ну, это уже тоже неадекватно, не совсем. Так, когда речь касается о насильниках, ну, сексуального насилия, да, речь, многие говорят, химическая кастрация там и так далее, и так далее. Про педофилов часто говорят. Да, про педофилов и особой, ну, скажем так, в особой жестокой форме и прочее. Обычные, скажем так, проявления чрезмерной агрессии могут ли быть в судебном порядке подвергнуты какому-либо купированию? Слушайте, это вообще не ко мне вопрос. Это к судебному какому-то... Вот как специалист, вот есть химическая кастрация, да, а есть ли вообще химический тумак, который остудит любого? Ну, я... Ну, нормальный человек не станет эти вещи, таблеточки какие-то пропивать и так далее. Да, у врачей-психиатров очень много лекарств. Именно таких, которые там седативные, норматемики. Норматемики – это препараты, которые регулируют настроение, да, например, антидепрессанты и так далее, и так далее. Современная фармакология шагнула далеко вперёд. Ну, я ещё раз говорю, нормальный человек, нормальный человек в здравом уме вряд ли это будет пичкать себя. Ну, зачем он? Нет, конечно. Нет, ну, если вот... Извиняюсь, я допустил на дороге конфликт с тем, что нанес человеку средней степени тяжести, повреждения. Ну, увечья, да. Да, осознал своё и решил каким-то образом, скажем так, чтобы в дальнейшем это не повторялось, пропить какие-то таблеточки. Таблеточки не убирают причину и не учат человека как по-другому. Вот самое-то главное, мы же люди, да, мы можем очень много говорить и можем даже очень много осознавать, но если у нас нет навыка, это всё бесполезно. Понимаете? Для чего нужны врачи-психотерапевты, психологи, допустим, квалифицированные? Это те люди, которые обучают именно навыкам. Как можно по-другому? Как ты можешь по-другому? Почему ты решил именно, что если с тобой что-то случается, надо сразу, не знаю, злиться, ругаться, бить друг другу морды? А почему у тебя других вариантов нет, что ли? Можно же и так, и сяк. То есть человек, я же говорю, делает только то, что у него в опыте. Если он жил в обществе, в котором был принят какой-то очень жёсткий регламент, и нужно было действовать только так, он будет действовать только так. Ценность врача-психотерапевта именно в том, чтобы он был сам проработан, потому что без личной психотерапии тут делать нечего в этой профессии. И когда ты сам прорабатываешь, у тебя тоже вариантов развития событий становится всё больше и больше. Ты становишься всё более устойчивым. Мы говорили о состоянии здоровья одной из странных конфликтов, которая проявила агрессию. И мало говорили о той стороне конфликта, которая стала объектом вот этой самой агрессии. На самом деле, один из ударов, который по неосторожности, или осознанно, или неосознанно, как мы сейчас спорим, наносил агрессор, он же мог повлечь те, возможно, необратимые даже последствия, которые будут наказаны, соответственно, законодательством, более сурово, чем обычный бытовой конфликт, который произошёл на дороге. Согласитесь? Ну, конечно, да. Вы же медик. Человек очень интересное существо. Один удар может убить человека. Он одновременно невероятно мощный человек, да, и одновременно очень хрупкий. Вот это вот в природе вот такой человек и есть. Да, действительно могло случиться всё, что угодно. И вторую часть нашей программы мы посвятим разговору уже, ну, со специалистами в области юриспруденции, которые и об ответственности за свои подступки, которые накладывают уже действующее законодательство на нас. И вторая часть нашего разговора, которая касается насилия и вообще тех событий, которые сотрясают наше общество в последнее время, у нас пройдёт с известным юристом, адвокатом Павлом Стаценко, нашим коллегой. Павел, добрый день. Добрый день. Прежде всего, давайте вот посмотрим на ситуацию немножко с двух сторон, да, как с точки зрения гражданина, члена общества, да, и с точки зрения юриста, который... Я иногда называю юристов и экономистов некими инопланетянами, которые абсолютно своими категориями размышляют, и в логике обычного человека порой вот эти вещи не могут быть подрассудны, да. Но, тем не менее, юриспруденция у нас в России, она существует. Мы, как утверждается, живём в правовом государстве, у нас всё должно решаться в правовом поле. И давайте посмотрим с точки зрения комментаторов социальных сетей, которые по поводу вот случая с конфликтом на дороге, они допускают такие, ну, разобрались мужики, как мужик с мужиком, да, дайте людям выпустить пар и так далее. То есть у нас получается, что при определённых условиях люди даже будут поощрять нанесение побоев друг к другу. Так получается? Если они призывают разобраться? Нет, ну, я думаю, что разбираться так, в принципе, никакого правового основания нет. Я думаю, что нужно всячески пытаться, стараться, не допускать таких разбирательств, поскольку любое насилие одного человека над другим запрещено законом. Значит, запрещены как административным кодексом, так и уголовным кодексом. Тут ведь, Дмитрий, какой момент? Наши граждане, которые призывают такие вещи совершать, не понимают одной простой вещи. Мы, юристы, используют такой термин, как формальный состав. Что это означает? Что уровень ответственности за нанесение интересных повреждений и вреда здоровью зависит, собственно говоря, только от тех последствий, здоровью, которые были причинены. То есть, если один другому человеку наносит удар, предположим, не знаю куда, в лицо, всё будет зависеть от судебно-медицинской экспертизы. То есть, степень ответственности будет зависеть, в принципе, от медицинского заключения. Что произошло с потерпевшим? Это могут быть административные ответственности, это может быть уголовная ответственность по нескольким статам уголовного кодекса, как 116-е, например, побои. Лёгкий вред здоровью, средний вред здоровью, тяжкий вред здоровью, или даже причинение смерти другому лицу. У нас лет 10 назад был один случай, очень такой показательный для нашего населения. Мы его даже разбирали как-то в 2014 году, если я помню, на передаче «Двенок Асаха». Один врач, очень талантливый человек, в выходной день встретился с каким-то лицом, который был в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя очень агрессивно. И в результате этой агрессии он нанёс ему один удар в лицо. И этот человек умер. Чего не понимает наше население, чего не понимает основной гражданин. Потому что нанося удар, ты прекрасно не знаешь, какого состояния человека, которому ты наносишь этот удар. Он может быть болен, у него может быть хронические болезни. И этот удар может спровоцировать такой коллапс неприятностей, который приведёт уточиться к смерти. Что произошло, вероятнее всего, в этом деле, в котором я говорил. Я не был участником этого процесса, я просто его разбирал как журналист даже больше, чем как адвокат. И человек этот получил, по-моему, если мне не изменяет память, семь лет лишения свободы. Об этом деле очень много писали журналисты и так далее. Поэтому часто я вижу, конечно, призывы носить с собой оружие, носить с собой биты в машине. Не понимая, что эта агрессия, в принципе, даже незначительная, она может привести к очень большой трагедии. И потом, по роду своей деятельности, я часто слышу, конечно, такие объяснения, в том числе и в суде, что я не хотел тех последствий, которые совершены. Но они наступили. И поэтому ответственность с этого человека не снимется. И он будет нести её полностью. Может быть, он разрушит жизнь и себе, другому человеку, своей семье, своим детям, если они, конечно, есть, близким другого человека. Поэтому, конечно, я призываю спокойнее реагировать на эти вещи. Абсолютно. То есть надо понимать, что, допустим, мы видим ДТП какое-то. И первое, что мы слышим, когда выходят два водителя, особенно если двое мужчин, ты что, мол, делаешь? Ты что не видел там? Ну, конечно, он не видел. Мало, наверное, себе можно представить вариант, что он видел. Неосознанно. Да. Что, что-то у тебя бампер слишком целый, давайте-ка мы поправим. Это, конечно, маловероятный вариант. Скорее всего, это было неосознанно, случайно. Поэтому, конечно, надо на себя сдерживать и не допускать даже мысли о том, что ты можешь нанести удар другому человеку. Последствия могут быть очень опасны. Я абсолютно согласен с Павлом. Лет так 10 тому назад на улице Дзержинского случилось абсолютно такое же происшествие. ДТП вроде легкое, но из одной машины вышел крепкий мужчина, сбитый, и начал наносить удары вот этим самым предметом другому участнику дорожно-транспортного происшествия. В результате один лишен жизни, он умер просто. И второй сел, вот как Павел может подтвердить, надолго, места не столь отдаленные. Поэтому в любом, в каком бы угодно состоянии бы ты ни находился, всегда нужно помнить, я абсолютно уверен, той ответственности, которую ты можешь, не можешь, а должен нести. Должен нести и осознавать всю важность, скажем, своего поведения в последующем. То есть, юристы же говорят, все, что сказано или сделано вами, может быть обращено против вас. Безусловно. Абсолютно. Согласны, да? Есть второй момент. Вот в данном видео, которое распространилось в социальных сетях, звучат на якутском языке слова «Я вас найду, я вас урою, лишу вас жизни, только попробуйте распространить это видео». В части распространения видео человек может ли в праве какую-то конфликтную ситуацию осветить при помощи социальных сетей, тех же пабликов и так далее. Это первая часть. И вторая часть. Если угрожает человек в данном случае убийством, влечет ли это более тяжкую ответственность за произнесенные уже слова, получается? Понятно. Значит, ну, смотрите, насчет распространения. Есть, конечно, это отдельная тема разговора на самом деле, распространение видео и так далее. Но в данном контексте, вот именно в данной ситуации, конечно, такой способ защиты допустим. Такой способ защиты допустим. Потому что здесь нет ложных каких-то либо высказываний в отношении кого-либо. Здесь идет доказывание факта совершения противоправных деяний другим человеком. Поэтому, в принципе, совсем допустим. В определенных ситуациях нельзя. Но я думаю, что то, что было показано к этой ситуации не относится. насчет угрозы. Давайте так. Я выскажу свое мнение, конечно, потому что надо понимать, что юридическую квалификацию должны давать компетентные органы. Это следователь, прокурор, суд. А адвокат может только высказывать свое мнение. Я скажу свое мнение. Здесь, безусловно, имеется отдельная статья Уголовного кодекса угроза убийства. И надо понимать, насколько эта угроза была реальной. Поэтому потерпевшему в данном случае я рекомендую обратиться в правоохранительный орган, указать об этом. Ну, я думаю, что он это уже сделал. И все зависит от той квалификации, то есть следователь должен провести работу. Я думаю, что потерпевший тоже может иметь право иметь адвоката, представителя, который тоже должен представить свои аргументы следствия на этот счет. И они должны дать соответствующее заключение. Имеется ли в действиях второго лица состав уголовного преступления. Или его нет. Потому что все зависит от реальности угрозы. Реальности этой угрозы. Насколько ощущалась эта угроза реальна. Ну, потому что по-разному можно сказать, высказать. Можно в шуточной форме. Хотя этого делать тоже не рекомендую совершенно. Но юриспруденция это не математика. Здесь нет точных переменных, подставив которые можно получить уравнение. Это всегда субъективный взгляд на вещи. И этот субъективный взгляд в конечном итоге производит судья. А стороны для лучше всего лишь представляют соответствующие доказательства. Поэтому потерпевший имеет право здесь иметь все основания утверждать, что угроза была реальной, учитывая все поведение. И представлять соответствующие доказательства следователю прокурора и в суд. Павел, вы не очень часто сталкиваетесь с тем, что допускаются возможно какие-то элементы корпоративной солидарности со стороны работников правоохранительных органов. Вообще уже как гражданин осуждения, не как юриста, а как гражданин осуждения. Имеют ли право работники правоохранительных органов допускать вот такую вот я не говорю к умовству, все равно у нас город маленький. О, мой брат работает в том-то или ином подразделении. О, что-то они накосячили. Давайте мы поможем. Со стороны правоохранительных органов могут ли быть абсолютно честные, абсолютно идеальные работники, которые не могут пойти на поводу таких вот побуждений и так далее? Ну, наверное, идеальных работников идеальных людей не существует. В том числе и правоохранительных органов. В том числе правоохранительных органов. Это же не вакуум и в судах, и в прокуратуре, и в следствии. Если вы сталкиваетесь с этим на дороге или где-то в обыкновенной жизни в магазине, то, безусловно, это такая же часть общества. Это такие же люди. Они состоят из таких же людей, которые соседей, это ваши неинопланетяне. Неинопланетяне. Поэтому точно такое же общество и там. Если у вас в обществе вы допускаете коррупцию, если вы считаете возможным дать кому-то взятку, то, скорее всего, это возможно. И это в обществе, в том, где вы общаетесь, почему-то по каким-то причинам считается нормой, то почему вы думаете, что это может быть в правоохранительных органах, этого не быть? Это точно так же. Другое дело, что я могу без всякого, наверно, лизоблюдства сказать, что конечно встречаются, как и везде, в правоохранительных органах мерзавцы. Но подавляющее большинство все-таки это честные люди. Может быть, мне так везло, я не знаю. Я, в принципе, видел абсолютно честных людей. Я не видел людей, которые откровенно готовы на подлость. Многие из них офицеры и чтят свое звание офицера. Поэтому я думаю, что другое дело, что совсем, конечно, невозможно, наверное, избавиться от кумовства или еще что-то. У нас слишком маленький город для того, чтобы совсем этого избежать. Вопрос только в том, насколько человек, принимая решение, помогая каким-то знакомым, нарушает свое собственное представление о чести и достоинстве. Если это не идет ни в какое сравнение с тем, что считается честностью и порядочностью, то, наверное, делать этого не следует. Поэтому вот так. Никто не обвиняет ни работников правоохранительных органов данным высказываниям. Просто мы еще раз обращаемся просто к теме. Я согласен с Павлом, что и наши силовые структуры, они являются такой же части общества, работают в них такие же члены общества, такие же люди, как и мы. Все они подвержены либо каким-то характеристикам, которые красят их как людей, либо, наоборот, слегка умаляют их достоинства. То есть человек слаб, этого не следует отрицать. Ну а всем участникам будущих дорожных конфликтов я бы хотел очень и очень сильно, чтобы вы запомнили слова Павла. Никто не знает, что повлечет, что именно повлечет, какой тяжести, нарушение жизнедеятельности человека повлечет один ваш легкий удар. Возможно, в ваших оценках это будет легкая пощечина. Для кого-то другого, который подвержен каким-то болезням, хронически чем-то страдает, это может вызвать абсолютно несовместимые жизнью нарушения. Так что давайте дышать ровнее, спокойнее и еще раз оставаться людьми всегда в какой бы то ни было ситуации. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова